Крыша дома номер 60 против стихии не устояла. Одну половину унесло, вторую перекинуло на другую сторону. По словам жильцов, в тот момент весь дом буквально закачался от урагана. Сейчас к ремонту кровли уже приступили. Средства на ее восстановление выделил фонд капитального ремонта. Пострадало покрытие, пострадала стропильная система, возможно пострадал маурат и крепление стропильной системы к зданию, к стенам. Ремонт будет проводиться за счет резервного фонда регионального оператора, ну а с последующим там возможно привлечением средств собственников. Таких еще два дома в Алтайском крае, где уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Также за счет фонда капитального? Да, да, на таких же условиях. Восстановление кровли по программе капремонта во внеочередном порядке предусмотрено краевым законодательством. Главное, чтобы жильцы формировали средства на счете регионального оператора. Основанием стал введенный режим ЧС, а также решение специальной комиссии. Сразу было в МЧС сообщено, в КЖКХ, главный инженер КЖКХ Ращепкин Денис Анатольевич, он как раз с объездом был, значит зафиксировали комиссии и так далее. Вот мы теперь то, что получили, то получили. Будут делать новую кровлю. Мы оперативно собрание провели, протокол сделали, значит и все это заслали, чтобы это, но это все сработало. Подрядчик обещает, новая крыша здесь появится в течение 45 дней. Всего же без кровли осталось несколько десятков домов. В Затоне 27 крыш уже отремонтированы, в основном за счет средств управляющих компаний поселка и резервного фонда города. В Барнауле покрытие еще шести домов будут восстановлены в ближайшие две недели. Юлия Демидова, Александр Антропов. Наши новости.